Хакасия выполнила план по частичной мобилизации, поставленной президентом и Министерством обороны на данный момент. Последний воинский эшелон, отправленный из республики, прибыл к месту назначения. Однако у жителей Хакасии возникли вопросы по условиям размещения мобилизованных в части формирователей. В Омске, где сейчас находится, призванный из Хакасии, в эти выходные побывал глава республики. С собой он привез гуманитарный груз, спальники, карематы, обувь. Также Валентин Коновалов оценил условия быта мобилизованных из Хакасии, лично с ними пообщался. Кроме того, он поручил своему заместителю Юрию Курлаеву остаться в лагере для решения всех вопросов. А сам выступил с напутственной речью и пожелал каждому резервисту скорейшего возвращения домой. А за день до этого в Москве на Красной площади состоялся митинг-концерт в честь итогов референдумов о вхождении в состав России четырех новых регионов. Здесь перед многотысячной публикой со сцены выступила наша землячка Надежда Узунова. Общественный деятель и член организации «Боевое братство». Ее слова – настоящий пример женской силы. У меня есть сыновья и многодетная мама. Один мой старший сын, он морской пехотинец, второй десантник. Третий равняется на них. На них для него всегда яркий пример. И как каждая сегодня российская мама, я, конечно, переживаю за своих детей. Это однозначно. Но страх убивает быстрее пули. Нам нельзя бояться. Нам нужно объединяться и консолидироваться женской энергией, женской силой, которая у нас есть. Создавать тот надежный тыл, который всегда служил опорой. Редактор субтитров А.Семкин